Добрый день! А слышали ли вы такое словосочетание – радиоприемник прямого усиления? С изобретением радиоприемника начали изобретать разные типы радиоприемных устройств. После детекторного малочувствительного радиоприема люди начали задумываться, как улучшить качество радиоприема. Логичным решением было применить усиление сигнала не только по низкой частоте, но и по высокой частоте. Блочная схема приемника прямого усиления выглядит так. А буквенно-цифровое обозначение при одном каскаде усилителя высокой частоты и одного усилителя низкой частоты будет выглядеть так – 1В1, где первая единица – число каскадов усилителя высокой частоты, вторая единица – число каскадов усиления низкой частоты, а В обозначает детектор. Кстати, В взяли из первой буквы название радиолампы, по-английски – Valve. И вот у нас уже радиоприемник, позволяющий принимать более слабые сигналы. Для приемника прямого усиления, в отличие от детекторного приемника, уже не нужна наружная антенна-длинный провод. Здесь достаточно применить магнитную антенну. Недостатком и одновременно достоинством радиоприемника прямого усиления является его широкая полоса приема за счет низкой избирательности одноконтурной колебательной системы. Недостатком, потому что одновременно можно услышать две рядом стоящие радиостанции, а достоинством, потому что при приеме мощной радиостанции качество сигнала сравнимо с теперешними FM-радиостанциями. Динозавров я не видел, но приемники прямого усиления делал, и помню это качество. Давайте соберем радиоприемник 1В1. Вот его схема. Чтобы услышать радиостанцию, нам необходимо подать на детектор при германии в М-детекторе не менее 180 мВ переменного напряжения. Хотя, еще помню, были и детекторы с постоянным смещением для увеличения чувствительности. Входной контур, он же магнитная антенна L1C1, настроен на частоту 450 кГц. При входном амплитудно-модулированном сигнале 50 мВ, поданном через им косной делитель, на выходе мы получаем более 2 В сигнала частотой 1 кГц. Схема состоит из двух абсолютно одинаковых каскадов с общим эмиттером. Вместо резистора R3 включается высокоомный наушник, либо выходной трансформатор. Советской радиопромышленностью выпускались трехпрограммные радиоприемники. Сигнал передавался по двум проводам. Один канал был обычным низкочастотным каналом, на который работали мощные 600-ваттные и более усилители. А две другие программы передавались на частотах десятков кГц в виде амплитудно-модулированных сигналов. В принципе, это можно назвать аппаратурой уплотнения сигнала, подобной применяемой впоследствии в модемах. Так вот, эти радиоприемники строились по той же схеме приемника прямого усиления. Просто имели два колебательных контура, настроенных на различные частоты. Были времена, когда радиоэлементы были в дефиците и стоили довольно дорого. Поэтому с целью экономии активных радиоэлементов были придуманы рефлексные радиоприемники. Представьте, что мы имеем один активный радиоэлемент и хотим его использовать в разных ипостасях радиоприемника. Оказывается, такое возможно. И имея всего, к примеру, один транзистор, мы можем построить радиоприемник прямого усиления 1В1. Просто для этого потребуется разделить высокочастотные и низкочастотные цепи на наш единственный активный элемент. Ввиду большой разницы высокочастотной составляющей сотни килогерц и выше и низкочастотной, максимально 16 килогерц, сделать это несложно. Из предыдущей схемы исключим усилитель низкой частоты и заменим его усилением на первом транзисторе. Вот эта схема. Недостатком рефлексных схем является повышение риска самовозбуждения и нелинейных искажений, так как рабочая точка единственного транзистора будет зависеть и от низкочастотного сигнала. Это все, что сегодня я хотел вам рассказать. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok